Садгуру, когда я выполняю волонтёрскую работу на программе «Внутренняя инженерия», мой уровень энергии очень высок. Когда я точно так же мою посуду дома, я не чувствую подобный уровень энергии. Как превратить свой дом и работу, как превратить всё в ашрам? Отдайте всё это мне. Правда. Я не собираюсь приходить и есть в вашем доме каждый день. Но в вашем уме вы должны это отдать. Потому что здесь вы делаете это в качестве подношения. Это прекрасно. Дома вы делаете это как рутинную работу. Это некрасиво. Работа одна и та же. Разница лишь в вас. Не так ли? Та же посуда, та же работа. Просто вы можете сделать её либо неприятной, либо радостной. Так что даже то, что вы делаете дома и в офисе, почему бы вам не делать это как подношение? Что вам мешает? Я не приду и не украду вашу зарплату. Я не приду и не буду есть вашу еду. Почему бы вам просто не сделать это в качестве подношения? Это прекрасно сработает. Это будет прекрасно работать. Не только потому, что ваше мышление изменилось. Прежде всего, вы станете восприимчивыми к благости. Это самое важное. Самое важное в вашей жизни — стать доступными для благости. Если этого нет, то это трудная задача. Непосильная задача. Я не скажу, что это невозможно, но это невероятно мучительно. Если вас сопровождает благость, вы парите без усилий, радостно. Если вы пытаетесь идти пешком, это очень мучительное путешествие. Какой смысл в том, чтобы кто-то делал процесс жизни неприятным для себя? Мы не знаем, какие свершения ждут вас в жизни. Собираетесь ли вы подняться на Эверест или нет? Пробежать 100 метров за 8, нет, за 7 секунд или нет? Собираетесь ли вы установить рекорд или нет? Собираетесь ли вы стать миллиардером или нет? Мы не знаем. Важно одно. Вы заслуживаете, чтобы процесс жизни был для вас приятным. Вот что должно с вами случиться. Не так ли? Это то, чего заслуживает каждый человек. Не так ли? Остальное в соответствии с их возможностями. Все остальное в соответствии с возможностями человека. Вот единственное, чего заслуживает каждый — превратить жизненный опыт в приятный процесс. По крайней мере, это должно произойти, не так ли? О других вещах мы не знаем. Они могут произойти, могут не произойти, потому что они зависят от различных обстоятельств, не только от вас. Такие ситуации зависят не только от вас, не так ли? На них влияет много всего. Но вот то единственное, что вы можете сделать. Если произойдет одно это, жизнь будет прекрасна. Каждый из нас будет делать все, что в его силах, в соответствии с нашими возможностями. Вот и все, что есть в жизни. Не так ли? Но такое должно произойти. Вы должны быть волонтером. Всегда. Быть волонтером означает, что вы живете с открытостью и готовностью. Вот и все, что это значит. Если сейчас я говорю «я волонтер», это значит «я делаю все с готовностью». Да? Так что у вас есть выбор. Вы можете проживать свою жизнь либо с готовностью и по своему желанию, либо без желания. Если вы делаете это с желанием, жизнь становится любовным романом. Если вы делаете это без желания, она становится изнасилованием. Если вы делаете это с желанием, это становится раем. Если вы делаете это без желания, это становится адом. В этом вся разница, не так ли? Все, что вы делаете в своей жизни, если вы делаете это с желанием, это прекрасно. Если это происходит с вами не по доброй воле, это ужасно, не так ли? Так что быть волонтером не значит мыть посуду, не значит резать овощи, делать то или это. Учиться быть волонтером во всех ситуациях, проживать каждый момент своей жизни с желанием. Потому что как только возникает нежелание, то даже если с вами происходит самое прекрасное, у вас возникает ощущение, что жизнь вас мучает. Да или нет? Если мы насильно затолкаем вас в рай, вы будете страдать. Откуда вы знаете, что вы еще не в раю? У вас есть какие-то доказательства? У вас на руках есть доказательства, что это не рай. Тогда что? Из-за вашего нежелания даже небеса не привлекательны. Если вы делаете это с желанием, тогда это прекрасно. Только если вы все делаете охотно, вы становитесь доступными для благости. В противном случае, вам нужно тяжело трудиться на каждом шагу. Это совсем непросто. Субтитры создавал DimaTorzok Денатуран Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Д攏rabile Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...